Приветики, девчонки и мальчишки! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами продолжение эксперимента. 27-28 день, неужели я это говорю? И осталось всего еще 2 дня, и все. И ура, товарищи, ура! И месяц пролетел. Как-то быстро, кстати, незаметно. Да, может продолжим на 2 месяца? Только жалко, денег нету. Но тютелька в тютельку мы уложили. Сейчас я попозже вам покажу, что у меня осталось. Практически я уже все поела. Осталось 2 денечка, и у меня прям как-то подрассчитала. Чик-чик! Все, и все я поела. Запасов никаких не останется. Практически все съедено. Подчистую все снесено мной. Не забываем подписаться на мой канал. Не забываем подписаться на мой новый влоговый канал. Ссылка будет в описании. Переходите, подписывайтесь. Там будут влоги, на этом канале влогов не будет. Это такое немножко маленькое отступление. А мы с вами продолжаем. Мы с вами продолжаем. Выживаем. Ну, вернее, сводим к концу с концами, как можем. Питаемся, вроде ничего, нормально. Так, сейчас на завтрак сделаем маккейк. Нет, что-то типа. Берём одно яйцо, разбиваем. Дальше 3 столовые ложки воды. Или молока, желательно, конечно, молока. Сахара 10 грамм. Сюда дальше выкладываем муку, 2,5 столовые ложки. И разрыхлителя. Вот это вот так, немножко наглазов. Всё это перемешиваем. Дальше берём форму. Перекладываем сюда тесто. Вот, что-то тесто маловато получилось. И дальше берём яблоко. И нарезаем яблоко. Всё, порезала я ещё пол яблока. Половинка у меня осталась. И сделала ещё одну порцию теста. А то это всё-таки маловато будет. Что там есть-то? Есть-то нечего будет совсем. Всё, теперь вот тесто готово. И отправляем в микроволновку где-то минут на 10. На 10 минут. Остануем его. Так, вот он какой получился у нас пирожок. Ну-ка. О, красота! С яблочной прослойкой. Сейчас будем оценивать, заценивать. И заварила себе ещё чай. Вот зелёненький. Завтрак 27-го дня. Уже близится к концу. Осталось всего 27-й, 28-й, 29-й, 30-й. Осталось всего 4 денёчка. Так, ну что я вам скажу. 3,5 тысячаточек совсем не хватает. Не-не. Очень мало. Ну, не очень мало, но маловато. Нет, как бы если хочется, то жизнь можно. Но и не нужно. Вот, вкуснотищий сейчас. Давайте его разломаю пополам. Где у меня вышел? Яблочками пахнет. Не хватает гаммиринчика всё-таки. Ну, давайте попробуем. Что тут у нас за пирог? Ну что, ребятки, ваша здоровьица. Весь я пирожок съела. Было от астана. Мне вот интересно, сколько вы тратите денег на питание в вашей семье? На одного человека? Напишите, ну или на всю семью, и сколький человек ваша семья. Интересно, сколько у людей уходит на питание? Кто-то экономит, кто-то нет. Ну, вообще, кто как? И вот на 3,5 тысячи есть такие, кто живут, но на 3,5 или на меньшую сумму, ну, там, на человека или на семью. Давайте с вами устроим такой вопрос. Пишите, будет интересно, почитайте мне и вам тоже, я думаю, тоже будет. Вот это очень интересно посмотреть и вывести какую-нибудь статистику, там, закономерность. Да. Закономерность мы будем выводить. Нужное дело. Не то, что нужно, а просто ради интереса надо узнать. Интересненько, что да, как и почему да. Пишите, не стесняйтесь, что, как и как живете и насколько. Все, завтрак мы позавтракали. Увидимся с вами дальше. До встречи. Продолжаем дальше. У меня наступил обед. На обед я себе погрела капусту с вчерашней картошкой. Взяла кусочек хлеба, чай. Сейчас это все поем. Сейчас только ребенка спать уложила. Теперь надо быстро поесть и окна надо мыть сегодня. Не люблю их мыть, но надо. Я понимаю, что у каждого свои заботы. У меня такие и сегодня. Так, все, я подъела. Ела прямо с корыта, забыла вам сказать. Ну, понимаете, да, что тарелочки неохота мыть потом. Так, все, теперь я пью чай. Ваша здоровица. Горячего сейчас остынет. У нас вообще уже наступило очень-очень тепло. Сегодня плюс 25 градусов. Уже все ходят в футболках. Ну, я тоже не исключение. Ну, еще, правда, в штанах все. Ну, ребята, конечно, уже и в шортах ходят. Есть такие, да. Ну, в основном еще люди не торопятся раздеваться. Некоторые еще все-таки побаиваются раздеться. Особенно детей. Вообще, прям летняя погода. Очень тепло. Воздух такой теплый. Ветерок такой теплый. Уже все везде зеленое. Давайте я вам сейчас покажу. Да что я вам тут все рассказываю? Да рассказываю. Смотрите, у нас уже вообще все зеленое. Все везде убрано. Все везде убрали. Чистота и порядочек тут везде. Красота прям. Любо-дорого глядеть. Так, готовим с вами ужин теперь. Филе у меня разморозилось. Сейчас я его порежу на кусочки. Дальше я достала гречку. Морковка. Что у меня оставалось еще? И луковицу одну. Моем, чистим, нарезаем, моем. Все рассказала, что делать. Это с утра яблоко лежит. Наверное, я сейчас его тоже съем. Половинку. Так, значит, поставила разогреваться духовку. Вверх-вниз до 200 градусов почти. Дальше гречку я помыла. Нарезала морковку. Это у меня морковка завтра на суп осталась. Немножко лука. Этот лук у меня завтра на суп тоже остался. Эта гречка у меня, нет, не завтра на суп осталось. Мясо порезала. Значит, дальше что мы делаем? Берем мясо, выкладываем в горшки. Конечно, мясо как кот наплакал, но все равно. Хоть что-то. Дальше к мясу я добавлю приправу хмели-сунули. Кстати, приправа тут очень много, прям дофига. Посолю. Она не соленая. Так, перемешаю мясо. Дальше я лук распределяю. Морковку. И гречку выкладываю. Горшочек такой с гречкой у меня будет. Доливаем водой, ну или бульоном, что там имеется у нас. Все, и отправляем это в духовку минут на 30. Горшок у меня приготовился. Вот такой он получается. Вот он. Сейчас вот мясушко. Где мясушко наше развалилось? Ладно, сейчас он остынет. Или я его на тарелку приложу, чтобы побыстрее остыло. И можно есть уже будет. Для лучшего прохождения пищи уже и чай осталось, пока я тут лазила. Ладно, давайте теперь быстренько поужинаем. Ну, почему быстренько? Можно и не быстренько. Просто так поужинаем. Ну-ка посмотрим, что тут за гречка. За гречиха у нас вышла. Ну, как всегда. Вы поняли, да. Особенно с голодухи это очень вкусно. Не, я правда люблю такое блюдо. Мне нравится. Оно, во-первых, быстро готовится. А забросал на полчаса и гуляй, Вася. Всё. Ну всё, горшочек съеден. Ваша здоровица. Мне кажется, я его побросала даже не жевавшую. Очень торопилась и есть сильно хотела. Ну что, ребятки, сегодня у нас с вами закончился 27-й день эксперимента. О, боже, как я счастлива, что осталось всего 3 дня. Опять палец кривой. Ну что это такое? Сейчас с вами завтрак. До скорой встречи. Не скучайте. Так, ну что, ребята, у нас сегодня с вами завтрак 28-го дня. Вот она моя бумажечка. Делаю блины. Разбила уже яйцо. Добавляю стакан воды. Дальше сейчас сахар добавлю. И муку буду добавлять постепенно. Сейчас вот кипяточек немного кипит. Так, сахар у меня тоже уже всё. На исходе почти. Так, всё, тесто я сделала. Разрыхлитель у меня закончился. И вот такое тесто получается. Всё, теперь будем блинчики печь. Так, ребят, вот делаю блины. Начала жарить уже. Такие блинчики у меня получаются. Это первый был. Так, напекла я блинов. Блинов у меня получается раз, два, так, три, четыре, пять, шесть. И там ещё седьмое у меня было. Вон, семь. Семь штук как раз-таки. Сейчас можешь... Ну, это я на два дня разделю, наверное, на завтра и на сегодня. Потому что все я сразу не съем. Это многовато будет. Вот, всё. Сейчас ребёнка в сад отвезу, и можно будет завтракать. Блины мои готовы. Дальше я себе заварила вчера вечером каркадайшечку. Сейчас я её попью. Давненько я его не пила. Ребят, забрала, извините. Ну, будем. Так, пробуем, что у нас тут за блины вышли-то. Сметанку приготовила, есть сметана. Нормально. Хорошие блинчики. Но на молоке я больше люблю. Так, четыре блинчика я съела. Три у меня осталось на завтра. Завтра даём. Сметана... Ой, крышка улетела. Сметана у меня закончилась. Так что завтра буду есть блины. Хоть бы не подавиться. Ну, посмотрим. Сейчас с вами покажу, что осталось. Ревизия. Вчера забыла вам показать, да. Сегодня покажу. Сейчас попозже сделаем. Так, я себе варю суп. Забрасываю эту кость от грудки. Всё, теперь она сейчас поварится. И будем готовить. Так, мясо у меня сварилось. Я его достаю. Сейчас я с него обдиру мясушку. Тут, кстати, приличное мясо. Я сильно не обдирала. Так уж до костей, до костей. Прям вот нормально тут вышло. И давайте покажу сразу, что у меня осталось. Да, ревизию наведём. Ну, как бы не стала в тот раз показывать, потому что тут и ничего не осталось. Денег, соответственно, у меня вообще нет ни копеечки. Муки где-то вот полкилограмма у меня осталось. Не столько. Давайте заглянем внутрь. Что же там? О, а там мука, оказывается. Дальше луковица одна целая. Половинку сейчас я использую в суп. Морковь, где морковь тут была? Вот кусочек моркови. Сейчас я его тоже в суп использую. Хмели-сунели, приправы её тут много. Она у меня даже ещё останется. Дальше вермишельки вот столько осталось. Сейчас немножко я в суп добавлю. Риса на один разок поесть. Гречки на один разок тоже. Четыре картошки сейчас одну я в суп добавлю. Это у нас фарш из чечевицы. То есть котлетки чечевичные. Всё, мясо последнее я вот сварила на суп. Всё, вот такие у меня продукты. Денег у меня, соответственно, нет, как я и сказала. Все деньги я уже потратила. Из продуктов у меня осталось вот только то, что вы видите. Больше ничего нету. Ну, а, ещё чай и два яйца. Вот, чай немножко. Давай, давайте пока тут чай стою. Два яйца ещё, да, и чай. Каркаде осталось вот, четыре пакетика. И зелёненького чайку. А зелёненького сколько? Самое интересненькое. А зелёненького три пакетика. Три пакета. Показала, что показала, непонятно. Вот, всё. Больше ничего нету. Ну, мне тут осталось-то два с половиной дня, потому что сегодня сейчас на обед суп. На ужин у меня есть гречка вчерашняя, что я готовила. Всё, вот жалко, салатиков никаких нет. Вот, всё, вроде всё вам показала, ничего не забыла. Особо показывать нечего. Я как и рассчитала, мне прям всё тютелька в тютельку хватает. Ничего практически не останется, кроме приправы хмели-сунели. Наверное, надо и на неё налегать, и тоже съесть. Но ещё кусочек хлебушка остался, и всё. Так, значит, что я тут сделала? Я порезала морковь оставшуюся, дальше лук. Лука у меня ещё осталось столько, то это много будет. Один картофель. Картофель на редкость тоже хороший попался этот. Странно, но факт. Собрасываем всё это в кастрюльку вариться. Так, и дальше сюда же я забрасываю вот сколько у меня мясушка получилось. Наконец-таки хоть с мясом суп поем. И дальше делаем блин яичный. Беру яйцо, одно я вот уже взболтала. Кстати, у меня ещё масла вот немного осталось. Так, маслицем немножко прилью сковородку. Разогреваться её поставим. Так, и выпекаем блинчик яичный. Блинчик у меня пожарился. Скручиваем его в рулетикам и нарезаем на полосочки. Ну, как на вермишельку делаем. В суп я добавлю немножко вермишельки. Буквально горсточку, чуть-чуть совсем. Вот так её сделаем. И сюда же добавлю блинчики яичные. Всё, и ещё приправы хмели-сунели я сюда добавила. Вот, всё, сейчас ещё немножко солички. И теперь всё, и готово. Не знаю, я такой суп делаю первый раз с этими яичными пенчиками. Сейчас будем отведывать и пробовать. Сейчас пускай ещё минутку проварится, и всё. Кажется, я их крупновато порезала. Ну да ладно. Остыл мой супец. Теперь хочу его попробовать. Делала его первый раз. Уже, наверное, говорила такое. Теперь сейчас вкусим обедико. Ну, что сказать, обычный суп. Ничего себе, естественно, обычный вермишельный суп. Просто как бы если обычный вермишельный суп надоел, хотя и обычный вермишельный суп, то можно для разнообразия сделать яичных блинов. Но не больше. За вас, друзья. Супец я подъела. Было нормальненько так. Ну, суп как суп, я и сказала. Ну, что это был обед у нас 28 дня. Я уже в предвкушении, что я на финишной прямой. Чего хочу съесть ещё сама не знаю. Ну, как не знаю. Знаю, в воскресенье буду шашлыки есть, потому что в воскресенье это будет у нас Пасха, и мы будем есть шашлычки, наконец-таки. Потому что в субботу я заканчиваю. И ура, как раз-таки перед самой Пасхой буду есть шашлыки. Ну, не перед самой Пасхой, а на Пасху. Как вы отмечаете Пасху? Расскажите, напишите в комментариях. Тоже интересно читать, что делаете на Пасху. Тоже шашлыки жарите, или, может, в гости ходите, или, может, ещё чем-нибудь занимаетесь. Пишите, обязательно, не стесняйтесь. Да, пишите, пишите. Будет интересно почитать, как и мне, так и другим тоже. На ужин доедаю свой горшок. Вернее, как доедаю, начиная его есть. Так, собралась, принарядилась, да. Футболку просто поменялась. Сейчас в магазин поедем. Нужно нам там кое-что есть. Ну, в общем, всё наше строительное работа. Кое-что глянуть надо нам. Так, а кто не в курсе, подписывайтесь на влоговый канал. Вот там всё будет скоро. Так, гречечка моя очень вкусная, даже и сытная получается. Так что, кто не делал так, обязательно попробуйте. Только в миска побольше-то уж положите. Не жалеете, не экономьте. Отужинали горшок, теперь пью каркадеху. Напиток богов. Ой, как хорошо. После немного сухой гречки. Ну что, ребятушечки, закончился у меня сегодня 22-й день экспериментов. Я счастлива, бодрая и весела, потому что уже скоро всё конец. Осталось два денёчка. Денежек, конечно, очень мало. 3,5 тысячи это маловато. Ну, не очень мало, но маловато. Хотелось бы и побольше. Да, я вам задавала такой вопрос. Кто на эти деньги живёт? Пишите. И не забывайте писать в комментариях, кто на какую сумму вообще тратит на еду деньги. Пишите обязательно. Очень будет интересно почитать. Как мне, так и вам это, я думаю, тоже. Ну, а я теперь буду с вами прощаться. Конец выпуска выйдет на следующей неделе. Ждите окончания. И увидимся с вами скоро. Всем пока-пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok